всем привет вы на канале дома как дома меня зовут лилия и сегодня я хочу с вами поделиться секретом тех самых чебуреков на заварном тесте которые я буду готовить с помощью комбайна кенвуд для начала мы с вами возьмем 3 стакана муки я их специально перемирала в стакан входит 10 столовых ложек без фанатичной горки муки и того 30 столовых ложек муки я просеиваю через сито добавляю десертную ложку сахара это примерно 10 грамм и также добавляем половину ложки соли опять же ориентируйтесь на ваши продукты добавляйте эти ингредиенты по вкусу также соль и сахар можно будет растворить в стакане кипятка который мы будем заваривать тесто возьмем 30 грамм сливочного масла заливаем кипятком и дождемся полного растворения масла и так мы с вами используем пропорцию один к трем благодаря этому тесто получается довольно плотным она хорошо и тонко раскатывается чебуреки ни в коем случае не рвутся также они подходят для хранения возможно вы захотите чебуреки сделать утром а вечером их пожарить поэтому сложив их в холодильник они спокойно дождутся своего часа давайте я вам немножко расскажу о своем роботе кен вот как он справляется с таким довольно тугим тестом и так сухие ингредиенты я смешиваю на третьей скорости для него это не сложно но когда тесто уже начинает приобретать плотность убавляем скорость на минимальную и вот таким образом дожидаемся того момента когда он соберет все тесто в комок видите он у меня довольно активно двигается иногда может поскрипывать то есть я понимаю что конечно его мощности недостаточно для таких плотных задач но тем не менее я немного помогла ему собрала тесто в комок и сейчас накрыв его какой-то пленкой дадим постоять примерно минут 20 тем временем я измельчаю лук в измельчителе беру фарш кстати с помощью роботовых фарш также можете приготовить но сегодня у меня готовый я добавляю к фаршу довольно крупную луковицу солю по вкусу и добавляю черный перец сегодня у меня будет два вида начинки одна часть фарша будет пережарена а другая будет приготовлена традиционным способом я отбираю часть фарша и фарш для традиционных чебуреков я к нему добавлю одну столовую ложку растительного масла и также добавляем небольшое количество воды все это смешиваем до того момента когда фарш впитает в себя воду и оставляем это немного постоять ну а другую часть фарша я просто обжариваю на растительном масле тесто наше отдохнуло и давайте глянем какое же она настала уже с первого взгляда видно что она стала более однородным более эластичным и мягким как вы видите я его даже не вымешивая его просто распределяю и уже начинают делить на порционные кусочки из этого количества теста у меня сегодня получилось 17 чебуреков кстати тесто с которым вы не работаете желательно накрыть пленкой или полотенцем чтобы она не подсыхала тесто раскатываем как можно тоньше и вот на камере это не сильно видно но у меня просвечивается через тесто коврик поэтому тесто раскатано довольно таки тонко чтобы чебуреки получались одинакового размера я использую тарелку но это делать совсем не обязательно вы можете просто раскатал в пласт его завернуть и потом с помощью ножа или роллера обрезать края по размеру который вам подходит выкладываем начинку один край сворачиваем предварительно пытаемся выгнать воздух который остается в полости теста очень хорошо заклеиваем края чтобы придать чебуреку настоящий чебуречный вид можно обрезать его края фигурным ножом и вот такой симпатичный чебурек у нас получается таким образом мы формируем с вами все чебуреки если вы их собирать их жарить сразу то уже сейчас можно это делать ну а если вы собираетесь их отложить на хранение то я вам немного позже покажу каким образом я их складываю и храним или в холодильнике или в морозильной камере чем мне нравится это тесто что у нас совсем не используется дополнительно мука у нас чистый рабочий стол и для хранения я использую разделочную доску и стрейч пленку перекладывая чебуреки пленкой таким образом они мне ни в коем случае не склеится и не будет доступа воздуха и выложил их вот так могу отправить или в холодильник или также заморозить а затем переложить в более удобную и практичную емкость обжариваем чебуреки в раскаленном масле до образования золотистого цвета ни один чебурек у меня не порвался ничего у меня никуда не просочилась тесто идеальное пробуйте если понравился рецепт ставьте лайки подписывайтесь на канал ведь у меня на канале только проверены рецепты давайте же рассмотрим чебурек поближе идеально хрустящее тоненькое тесто с очень сочной начинкой вот оцените и хочу вам сказать что такой простой рецепт всегда получается идеальным возьмите себе его на заметку подписывайтесь на канал я жду вас в новых своих роликах до новых встреч и хорошего всем настроения